Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать учебник для ILTS. Subjective ILTS Intermediate. И у нас небольшой текст. Вот такой классический экзаменационный reading. Why study history? К нему какие-то задания. Одни из самых нелюбимых обычно всеми, потому что здесь из миллиона вариантов надо что-то выбрать и то ли продолжить предложение, то ли закончить предложение, то ли там абзац заглавить, то ли что-нибудь такое. Обычно это проблема, потому что здесь настолько обтекаемо всё написано и настолько общими фразами, что достаточно трудно угадать даже людям, которые вроде бы чего-то даже знают. Итак, ну для начала разберём текст. Why study history? Для чего изучать историю? A happiness in life could be defined as successfully acting as the chief character in a story. One has written oneself. Счастье в жизни может быть определено как успешно сыгранная роль главного персонажа истории, которую ты сам себе и написал. Итак, начало многообещающее. То есть здесь будут очень такие обтекаемые фразы. Значит, could be defined. Вот это классное выражение as. Может быть определено как? Или может определяться как? Но быть определено – это более-менее дословно, потому что здесь пассивная конструкция. А далее у нас стоит инговая форма. Вот она. Вот это самое главное слово. Потому что successfully – это адверб, который характеризует наш герундий. Здесь это герундий. А далее S. Это другое S. Это не то S, которое вот здесь. Вот это S – это в качестве. А далее chief character. Главный персонаж или главный герой, если угодно. И далее в истории. Имеется в виду в каком-то рассказе, в какой-то сказке, истории. История как рассказ имеется в виду, а не как наука. Которая написана самим человеком. One has written oneself. Это one has written the story where he or she is the chief character. Вот так вот надо это понимать. Далее. While individuals create a meaningful personal story through action, experience, behavior and memory, so too the history of a nation or other group is a story that gives meaning to the members of that nation living today. В то время как отдельные личности создают содержательную личную историю посредством действий или через действия, опыт, поведение и память, точно так же история народа или другой группы является историей, которая имеет значение для членов этой группы или представителей народа, живущих сегодня. Пока дойдёшь до конца, забудешь, чего начал. Здесь очень-очень интересное предложение. Итак, у нас стоит while. Если у нас while стоит в начале фразы, и вообще, когда while стоит в предложении, это может значить две вещи. Либо как в то время, как кто-то делал что-то, в это время я делала ещё что-то. И это классический continuous, обычно так мы его и знаем. Но while может также выполнять роль противопоставителя. То есть, в то время как имеется в виду с одной стороны одни делают то-то, в то время как с другой стороны кто-то ещё там что-то. Вот здесь while вот в такой роли. Далее. Individuals. Individuals – это в смысле people, если проще быть. Далее что-то там невероятное. Meaningful personal story. Но personal story – это ясно. И личная история какая-то. Здесь игра слов у нас получается. В английском её нет. Story, если в английском, это рассказ. Рассказ о событиях. Летопись событий, если угодно. А history – это, собственно, история как наука. Или история как предмет изучения, будем говорить. Как видим, слова очень похожи в английском и у нас. Поэтому, ну, если в английском ещё хоть какая-то разница есть, то у нас вообще никакой. Итак, что это за meaningful такое? Что оно здесь делает? Это содержательный. Но как содержательный? Наполненный смыслом. Наполненный содержанием. Здесь не от слова mean. Здесь от слова meaning. А meaning – это смысл. И далее through action. Посредством действий. А далее у нас запятая. Это завязано на while. Не забываем, что у нас while стояло вначале. Вот у нас продолжение. Точно так же или так же. Можно и так это переводить. Почему здесь so тогда стоит? Нельзя было to просто поставить. Нельзя. Потому что to вообще могло и не стоять. А вот so должно обязательно быть. Вот это и есть так же. Не to здесь так же. Так же здесь больше so. А to – усилитель. Далее. Слово nation – это народ. Нация. То есть, допустим, President's Nation Address. Обращение президента к народу. Или обращение президента к нации. Далее другая группа. Ну, теоретически не обязательно. История может быть только у народа. Она может быть и у каких-то там отдельных групп. Социальных групп. И мало ли. Далее. Вот здесь вообще очень интересно получается. History is a story. Которая gives meaning. А помним, что у нас было слово meaningful. Вот оно опять у нас здесь. Это тоже meaningful по большому счёту. Здесь можно было бы сказать is a meaningful story. Но meaningful story у нас было буквально строкой выше. И далее даёт смысл. А далее кому чему? И далее members of the nation. И так и хочется перевести члены народа. Ну, как это члены народа? Конечно, нет. Здесь представители народа. Или представители нации. Как угодно. Вот такой многообещающий абзац. Вообще говоря, не дай бог такие тексты читать на экзаменах. Потому что, когда начинаются абстрактные вещи, это всегда сложно. Ну, это сложно и на родном языке. Ну, а когда ещё и на иностранном вообще. Итак. Историки пытаются комбинировать понимание социальных, экономических, политических и культурных действий, или деятельности в общую историю, объясняя, как все эти действия повлияли друг на друга, чтобы сформировать общее течение событий в человеческой истории. Итак, попробуем разобрать, что здесь у нас есть. Итак. Try to combine. Ясно. Пытаются комбинировать. Далее. An understanding. Артикль. Перед understanding. Как ни странно, понимание. Оказывается, оно исчисляемое. Ну, здесь всё, в принципе, ясно. Здесь ключевое слово activity. Можно, конечно, говорить активность. Но это как-то совершенно не пляшет. Лучше, конечно, сказать деятельность. Мне так больше нравится. Здесь можно было бы ещё так. Понимание разных видов социально-экономической, политической и культурной деятельности. Ну, почему бы и нет? Можно и такое. Далее. Into a general story. Что это за into? Куда оно относится? Оно не к activity относится, оно к combine относится. Вот это. Combine into a general story. То есть соединять, по большому счёту. Комбинировать что-то с чем-то, чтобы получить что-то ещё. Далее. General story. Общая история. Ну, окей. Общая здесь имеется в виду не общее с кем-то, а общее как общая картина. Здесь можно было бы сказать общую картину, которая объясняет там чего-то, чего-то. Тоже как вариант. Дальше. Объясняющая. Это story имеется в виду объясняющая. А дальше как. И вот это что за this такое? This – это у нас. Вот это. Надо выделить другим цветом. Social. Economic. Political. Cultural. Activity. Вот это всё у нас здесь. То есть можно иначе сказать «вот это всё». И далее have affected each other. Вообще говоря, each other – это когда два персонажа, будем говорить, или два объекта. А здесь у нас, вообще-то говоря, больше, чем два объекта. Это странно. Почему здесь стоит each other? Ну, ладно. Допустим. То есть как эти все или вот это всё повлияло друг на друга? Effect в данном случае – это влиять. Это не эффект. Не путать его надо со словом «эффект». Значит, влиять для чего? Чтобы сформировать. Shape в данном случае. To form. Можно было бы сказать иначе. Или to create. Тоже как вариант. И далее обалденное выражение, которое прекрасно, но как-то очень трудно его переводить. General course of human events. Общий ход человеческих событий. Ну, это дословно. Ерунда какая-то. Ну, общий ход-то ладно ещё. Но человеческих событий, ну, событий в человеческой истории имеется в виду. Окей, едем дальше. Историки используют рациональные научные методы, такие как изучение статистики и данных, но их цель – это рассказывать истории, которые имеют смысл или которые понятны и имеют какой-то сюжет. Здесь всё более-менее логично. Scientific methods – это научные методы. Исследование статистики. Изучение, можно сказать по-другому. Это уже кому что больше нравится. Нет, наверное, всё-таки изучение лучше, чем исследование. Исследование – это больше research. Дальше data – это данные, то есть какая-то структурированная информация о чём-то. Далее goal – цель. И далее рассказывать истории, как бы дико это ни выглядело, но рассказывать истории, которые make sense. Вот это make sense – бесподобное выражение. Если мы такое слышим, допустим, такое – it makes sense – это понятно. Иногда говорят так – it makes perfect sense to me. Для меня это абсолютно понятно. И далее have a plot. Ну, говорить об исторических событиях, что они имеют сюжет, как-то не с руки, у нас так не принято. Но, тем не менее, иметь, скажем так, сюжетную направленность. То есть, когда мы видим это как цепь событий, которые как-то взаимосвязаны между собой. Many facts are or seem certain. Многие факты являются или кажутся определёнными. But the meaning of those facts or even the full story of what happened is less obvious than one might think. Значит, определёнными я так перевела и побежала дальше, но на самом деле certain здесь определённые в смысле понятные. Здесь можно было бы сказать clear – ясными. Но значение всех этих фактов или даже полная история или полная картина того, что происходило, менее очевидно, чем кто-то может считать. Значит, many of these facts – здесь всё ясно. Это значение или смысл. Помним, что meaning – это смысл. Далее, the full story of what happened. Так и хочется перевести полная картина того, что происходило, и так можно делать. Мы можем сказать picture, и это тоже будет правильно. The full picture of what happened. Это нормальное выражение, в английском оно есть. Но если мы не хотим picture, мы можем поставить story, и это тоже будет хорошо. Далее, less obvious. Менее очевидно или менее, тоже можно говорить понятно, или менее ясно. Это, по большому счёту, перекликается с certain. И далее, one might think – чем можно бы подумать. Здесь might – неуверенность и предположение. Далее, to understand and explain the past, the historian must develop a theory and test it against the evidence he or she has collected. Чтобы понять и объяснить прошлое, историк должен разработать теорию и проверить её на вещественных доказательствах, которые он или она собрал. Ну, здесь всё более-менее очевидно. Обращаем внимание на must, то есть это обязательно. Divin' up a theory. Вот это очень хорошее выражение. Разработать или сформулировать теорию. И далее, test – вот это действие. И проверить её. Ну, протестировать, по большому счёту. И дальше обращаем внимание, что у нас стоит against. Проверить её против доказательств, если дословно, или против свидетельств. На самом деле, это очень хорошее, кстати, выражение. Test it against the evidence. Проверить её на доказательствах. Или, скажем так, на вещественных доказательствах даже. Обычно evidence – это именно вещественные доказательства. Можно было бы сказать и на фактах, тоже как вариант. То есть здесь доказательства – это в том смысле, как употребляется это при расследовании преступления. То есть это все факты, свидетельства, показания, какие-то улики, орудия убийства и всё такое. Это всё evidence. Поэтому эти доказательства могут быть вещественны в том смысле, что мы можем взять их в руки, но могут быть вещественны в том смысле, что мы можем их услышать или увидеть, или прочесть. Запомнить это выражение очень легко, потому что достаточно представить себе испытание автомобиля, которое тестится ударом, лобовым ударом в стену. Вот примерно так же. То есть теорию взяли, разогнали и ударили в доказательства. Если она не разлетелась на куски, ну, значит, видимо, она имеет право на жизнь. Едем дальше. In a nutshell, the more evidence it can satisfactorily account for, the better the theory. В общем, или говоря по-простому, чем больше доказательств она может удовлетворительно объяснить, тем лучше теория. То есть предполагается, что не все доказательства теория может объяснить. Итак, in a nutshell, вот это бесподобное выражение, которое просто надо знать и всегда помнить. Проще говоря, или упрощенно. Когда говорится in a nutshell, обычно что-то говорится, что-то, что-то, а дальше in a nutshell. То есть это что-то простыми словами. И далее. The more, the better. Помним, что у нас иногда перед сравнительной степенью может стоять the. Такое бывает, если у нас чем больше, тем лучше, чем меньше, тем хуже и так далее, и так далее. А далее it. It это theory, имеется в виду. Далее satisfactorily. Очень умное слово. Ну, соответственно, нет, наверное, удовлетворительно. Вот так вот лучше. А далее account for. Это объяснить или пояснить. Или учесть. Тоже вариант. Ну и далее, чем эта теория лучше. И здесь я остановлюсь. Остается два абзаца и задание к тексту. Это будет во второй части. Ссылка на вторую часть будет в описании видео. Равно как и ссылка на весь плейлист по этой книге. Подготовка к LTS. Level Intermediate. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok